Всех вас приветствую, дорогие братья и сестры. На прошлой неделе мне посчастливилась такая прекрасная возможность быть со своими родственниками на одной очень интересной постановке, которая у нас играет недалеко от нашего города в Ланкастере. Может, кто-то когда-то и был. Я на других постановках был и примерно знал, как это все выглядит. Но в этот раз играет постановка про жизнь Иисуса Христа. И для меня было очень интересно, как можно за каких-то два с половиной часа показать человека, которому сказано весь Новый Завет, о котором сказано, что невозможно все объяснить, потому что невозможно даже столько книг написать. Я как-то думал, ну как можно все это показать. И знаете, эти люди, они настолько прекрасно показали жизнь, они показали самые вот эти важные моменты жизни Иисуса Христа. Они показали его от самого рождения до самого вознесения, и даже дальше показали, что путь продолжается. И вот мне что было заметно из этой постановки, что Иисус, когда Он пришел, Он оставил следы, Он оставил путь, по которым пошли. Дальше был Петр, потом еще Павел, и дальше мы до сих пор идем по этому пути. И также вот мне очень понравилась одна сцена, это которая, как мы называем, тайная вечеря, когда Иисус собрал уже своих учеников, когда Он преломил хлеб, и Он говорит им такие слова, что мне нужно уходить. И вот когда вот, видя, вот как эти актеры, они показали это очень интересно, вот как они начали волноваться. И Фома говорит, Господи, мы не знаем, куда Ты пойдешь, мы не знаем путь. И Иисус такие прекрасные слова говорит, «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И вот всего то, что там было показано, мне как-то особо вот эта мысль тронула, что Христос, Он их не оставил, Он сказал, «Я есть им путь, и если вы будете идти по этой тропинке, вы дойдете до Отца». И это только возможно через Духа Святого, который Он также оставил Своим ученикам. Мы знаем, что Слово Божие говорит, что есть один только путь, который ведет в вечность. Но есть тысячи путей, которые ведут в погибель. Каждый человек избирает какой-то путь. Если человек не выберет тот путь, который ведет в вечность, он обязательно пойдет тем путем, который идет в погибель. Слово Божие описывает много таких дорог. Но есть один стих, который очень так прекрасно суммирует вот три разных путей, которыми люди могут идти в этой жизни. Три пути, которыми люди идут. Если мы, как христиане, неаккуратны, то мы можем оказаться на одном из этих путей, если мы будем неаккуратны. Апостол Иуда описывает вот эти три пути. Это в первой главе, одиннадцатый стих. Мы прочитаем просто один стих здесь. Одиннадцатый стих. Немножко порассуждаем о этих путях и как это все связано с тем путем, который Иисус для нас предлагает. Иисус сказал, «Я есим путь». Я есим путь, узкий путь, который ведет в вечность. Но здесь показаны другие пути. Здесь мы прочитаем такие слова. «Горе им, потому что идут путем Кайновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Очень короткий стих, но здесь вот эти три личности, они очень много заставляют нас подумать, почему апостол этот как-то особо их выделяет, вот эти три пути, которые здесь сказаны. Мы знаем, что он пишет о тех людей, которые обращали благодать Божию в повод к распутству, и они отвергали единого владыку Господа. То есть они отвергали этот путь, который Господь определил нам через Иисуса Христа. И здесь сказано, три человека, три пути. Мы когда посмотрим на жизнь Кайна, мы видим, что он тот был, который не повиновался Господу. Он лично не повиновался. Мы также знаем, что Валаам, он тот, который повлиял на других, чтобы не повиноваться Господу. И Корей, мы позже посмотрим на этого человека, он целое противление против Моисея начал против тех, которые повиновались Господу. Итак, давайте порассуждаем о этих путях. Три пути, которые здесь сказаны, что они есть. Они были тогда, и они до сих пор есть в наше время, чтобы мы не говорили, ну это просто было тогда, и нам это не относится. Но каждый стих, он может что-то нам сказать, чтобы мы были на страже, чтобы мы не оказались на этом пути. Итак, первый путь, это путь Кайна, это путь злости. Он имел много зла в своем сердце, и поэтому мы видим, Слово Божие говорит, что Лукавый жил в его сердце, и поэтому он был от Лукавы, что зло было в его сердце. Мы знаем, что Кайн, он жил в самом начале творения, примерно шесть тысяч лет тому назад, но этот путь, который он проложил тогда, он продолжается до сегодня. И мы знаем немножко о Кайне, я не буду читать эти все события, но мы знаем, что Кайн и Авель, они оба принесли жертвы Господу, но Бог не презрел на жертву Кайна, он презрел на жертву Авеля, потому что он видел сердце человека. Итак, почему Бог не презрел на дар Кайна? Мы немножко об этом порассуждаем. И апостол Ян об этом очень хорошо говорит в 1-е послание, 3-я глава, 1-е послание Яна, 3-я глава, 12-й стих. Здесь апостол Ян говорит, не так, как Кайн, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата праведные. Мы видим, что Бог не презрел на этого человека, потому что он имел зло в своем сердце, он хотел как-то служить Господу, он все равно принес эту жертву, но он не от правильных намерений сделал этого. И Бог, мы можем заметить здесь, что Бог, он сначала не презрел на самого Кайна, а потом уже на жертву его. Потому что Бог смотрит на сердце, как я уже говорил, что Бог хочет, чтобы мы, когда мы что-то делаем для Господа, Он всегда хочет проверить наше сердце. Не то, что мы делаем, а с каким намерением это делаем. Потому что даже если бы Кайн принес жертву, который был так же, как Авель, то Бог бы все равно его не принял, потому что Бог видел его сердце, что он хочет приходить к Богу, но не смиряется перед Богом. Также мы можем такой вопрос себе задать. Когда этот путь Кайна начался, путь злости, который мы видим здесь, началось ли это тогда, когда он уже убил своего брата, или оно раньше началось? Я думаю, оно началось еще намного раньше. У него уже это зло накапливалось, потому что он не повиновался Слову Божьему, он не шел так, как Авель. Он видел, что Авель стремится к Богу, но он всегда делал наоборот. Кайн не хотел идти путем Божьим, он хотел как бы идти своим путем. Но в Ветхом Завете не написано, что Бог сказал, какую жертву приносить в начале, потому что Моисей написал это гораздо позже, и закона еще не было, но в Ветхозаветнии пророки, они знали, что нужно было принести жертву, которую Агнца нужно было принести, потому что Авель принес, и потом мы знаем другие, многие пророки, они приносили жертву, жертву, которая проливалась кровь, но Кайн, он пренебрег этим, и он принес то, что неугодно было Господу. И как мы можем знать, если мы идем этим путем? Это как применение в нашей жизни. Теперь давайте обратимся к нам, потому что апостол оставил это слово для нас, чтобы мы задумались, есть ли у нас эта опасность, потому что мы можем проверить себя сегодня. Как мы можем знать, если мы идем этим путем? Это когда у нас в сердце есть зло, или что-то нерешенное, непримиренное сердце, и мы все равно хотим служить Господу. Это большая показатель, что мы не имеем этот мир с Богом. Потому что слово Божие говорит, первое, оставь, примирись, а потом принеси свою жертву. Евреям 11 глава 4 стих, он нам говорит, что какую жертву принес Авель? Он принес жертву лучшую, лучше, чем ту, которую принес Каин. Здесь написано, Авель, веруя Авель, принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен. Он принес самое лучшее для Бога. И мы тоже должны стремиться всегда отдавать самое лучшее для Господа. И когда у нас вражда против истины, это тоже показатель тому, что мы идем на этом опасном пути, когда мы враждуем против истины, когда голос Божий нам говорит что-то, обличает нас, но мы как бы закрываем этот голос, как и сделал, Каин этого сделал, когда, помните, когда он уже совершил это преступление, и Господь ему говорит, «Где брат твой?» И он говорит, «Разве я сторож брату моему?» Здесь что-то подобное происходило, как Бог сказал Адаму, «Съел ли ты этот плод?» Бог знал, что он сделал, но он хотел от Адама получить ответ. Может быть, Адам бы сказал, «Господи, прости меня, я сделал». И также Бог предлагал возможность Каину признаться, но он ответил так грубо и сказал, «Разве я сторож брату моему?» Как мы можем знать, если мы идем этим путем, это если мы не согласны с наказанием, которое Господь нам дает иногда. Мы знаем, что Господь наказывает того, кого Он любит. Вот Бог наказал Каина, и очень интересно подумать, что Господь мог бы совершенно на том же месте его поразить смертью за такое страшное преступление, за то, что Он пролил первую кровь на земле, человеческую. Но Бог его помиловал, Он еще дал ему жить много лет потом, Он даже защитил его от врагов, и при всем этом Он как-то говорит, «Наказание мое слишком тяжело, больше, чем я могу снести». И мы иногда задаем такой вопрос, «Почему Бог меня наказал, а другой человек свободно грешит, и Бог его не наказывает?» Но мы должны понимать, что если Господь нас любит, Он будет нас наказывать, Он хочет нас исправить, Он хочет нас поставить на правильный путь, который, если мы верующие, если мы дети Его, Он хочет нас направить, чтобы мы до конца дошли на этом пути к вечности. И как мы можем знать, если мы идем по этому пути, это когда мы словами своими можем даже убивать человека, убивать брата своего. Потому что Каин, он убил брата физическими руками, он наложил, убил его. Но часто бывает, что мы можем словами даже убить кого-то, и может не физически, но так поранить человека, что человек потом очень долго будет страдать от наших слов. И когда мы унижаем ближних перед людьми, как дьявол сделал. Помните, когда дьявол приходит перед Богом, он не может сказать какую-то ложь Богу, потому что Бог все знает, но он может сказать правду в духе обвинения, так, чтобы обвинить нас. Вот посмотри, какой у тебя сын или дочь. Давайте мы будем похожи на Иисуса Христа, который, наоборот, заступался и ходатайствовал за нас и за своих учеников в то время. И также мы можем знать, если мы идем этим путем, если нет освобождения и свободы от греха, если мы постоянно под этим тяжким грехом, если у нас нет победы над этим грехом, как вот Господь ему сказал, грех лежит у сердца твоего, но грех лечет тебя, но ты господствуй над ним. Ты господствуй над ним. Это было как бы первое повеление, что Господь хочет для человека после того, как совершилось грехопадение. Итак, мы немножко посотели на жизнь Кайна. Это тоже человек, который, он сделал много зла, но Господь почему-то вписал его в святые писания для того, чтобы мы думали, смотрели на его жизнь и могли смотреть, как он шел, какой путь у него был, что у него было много зло в сердце, но чтобы мы так не шли, чтобы нас, наоборот, наполняла радость, наполняла мир, который Господь дает нам. Давайте посмотрим на следующий путь. Это путь Валаама. Путь Валаама – это путь жадности. Здесь написано, предаются обольщению мзды, как Валаам. Валаам. О нем есть три главы в Ветхом Завете, числа 22 глава, немножко дальше, даже в 31 главе сказано. Мы не будем о нем читать. Я думаю, все знаем эту историю так в общем. Мы знаем, что этот человек, он как-то служил Господу, он даже общался лично с Богом, он называл Бога моим Богом. Но когда вот это случилось с Валаком, мы знаем, что Валак прислал своих рабов и хотел, чтобы он проклял народ израильский. И он сразу пошел, посоветовался с Богом. Господь сказал, не ходи туда, не делай, не говори ничего, потому что народ благословен. Народ благословен. И он знал, что нельзя идти против Бога. Но когда в следующий раз пришел, пришли эти люди, они предложили ему еще что-то. И он, как-то ему полюбилось это, но он еще раз вопрошает Господа, хотя он знал, что Бог запретил. И Бог ему разрешает идти, но он сказал, не говори ничего, ни хорошего, ни плохого, не говори ничего против моего народа. Итак, вот почему Валаам, он показан как отрицательный пример. Вроде бы он никого не убил, как Каин мы только читали. Корей, немножко попозже посмотрим, он сделал это восстание, и он сам погиб, и много людей с ним погибло, когда земля открылась и поглотила их. А Валаам, ну что он такого сделал? Вроде он на поверхности, он вроде ничего такого плохого не сделал. У него доктрина была правильна, он понимал, кто такой Господь, но он сделал вот это великое зло. Он сказал, как можно проклять народ израильский, не напрямую как бы проклять, но косвенно, так, через другого пути, как-то ты можешь сделать так. И мы знаем, как он сделал. Он сказал, чтобы женщины приходили, женились, или как бы были там рядом, чтобы они имели связи. Потом это привело к отступлению и к падению многих людей в израильском народе. Это что-то очень похоже на то, что происходило с царем Соломоном, когда он построил такой великолепный храм, все было хорошо, но когда он начал иметь много жен, размножать жены, которые поклонялись совершенно другим богам, которые идолы были, и они влекли его сердце от Бога. И хотя позже Соломон, он все равно ходил в этот храм, он хвалился этим храмом, даже в конце своей жизни, но он уже Бога не знал, он не любил Бога, он вот впал в идолослужение. Если мы посмотрим книгу Числа, 31 глава, 16 стих, здесь сказано о Валааме, что он сделал. По совету Валаамову, но советы Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение фигуру, поводом к отступлению. Валаам, он не любил Бога настолько, чтобы, как он говорил, как Слово Божие говорит, возлюби Бога всем сердцем твоим, но Валаам, он возлюбил эту мзду, он возлюбил вот эту похвалу, которую предлагал ему Валак. Он сказал, даже если ты половину царства дашь, я не пойду, но он как-то намекал, вот половина царства, ну, он говорит, я не могу пойти, но все-таки это его привлекало. Мы знаем, что в Откровении Иоанн тоже говорит немножко о Валааме, это Откровение 2 глава 14 стих, там сказано так, «Учение Валаама, который научил Валака вести в соблазны сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенно и любодействовали, или совершали вот это прелюбодеяние, вот этот грех моральный, сексуальный грех, который настолько развратил народ, что они просто полностью забыли Господа Бога своего. Валаам, он сделал вот это зло. Мы знаем, что Каин, он был очень плохой пример, потому что он сам убил брата, и он сам понес наказание. Но Валаам, он сам не проклял народ, но он сказал другим, как это можно сделать. Это тоже очень опасный путь, чтобы... Давайте проверимся, чтобы у нас не было такого состояния, когда мы, может, сами не делаем что-то плохого, но через нас, может, кто-то другой может споткнуться. Может быть, мы... Или мы иногда смотрим какой-то фильм и думаем, что никто не видит, но там, может, наши маленькие братики, сестры, или дети наши могут видеть. Это тоже может быть для них соблазом. Мы, может, не хотели это сделать, но это может быть большой соблазом для тех, которые вокруг нас. Мы должны понимать, что каждый раз, когда мы идем каким-то путем, он обязательно оставляет следы. Как здесь Петр, он говорит в своем послании, 2 Петра 2,15, он говорит такие слова. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». Валаам, он не возлюбил Бога, он возлюбил мзду. И здесь о нем сказано, что он оставил этот путь. Он его не потерял, он не заблудился, он оставил, потому что он полюбил мзду, он возлюбил вот эти деньги, которые ему предлагали. И здесь также сказано, что у него были следы, которые он оставил. Так, почему идти путем Валаама так опасно? Это потому что вот Валаам, хотя он назывался пророком, он на самом деле, он не знал Писание как должное, потому что в Писании написано было, что израильский народ не должен наказывать, не должен убивать мавитский народ. Если бы он знал это Писание, он бы просто сказал Валаку, будь спокоен, израильский народ тебя не будет трогать, потому что слово так говорит, и израильский народ будет послушен Слову своему, Слову Божьему. Но он не знал это Писание, он начал вот эти игры играть, заигрывать с Богом. И также идти путем Валаама так опасно, потому что жадность привело Валаама в заблуждение. Он, хотя имел правильную доктрину, он правильно все понимал, как и у нас может быть такое, что мы все правильно понимаем, но как наша жизнь личная, как мы поступаем в нашей жизни. Потому что Валаам, он понимал, кто такой Бог, он не хотел напрямую идти против Него, но он все равно сделал вот это зло, которое привело к падению многих в Израиле. И также, почему идти путем Валаама так опасно, потому что он хотел сразу угодить и Богу, и людям. И Богу, и людям угодить совершенно невозможно. Так же, как служить Богу и мамонии невозможно. Это невозможно. Господь призывает нас служить людям, когда мы служим Богу, через служение людям. Но мы не можем угождать и людям, и Богу, как хотел сделать Валаам. И это привело к его падению, к его такому страшному состоянию, где о нем сказано, вот этот пример, что у него есть путь, который ведет погибель. И третья личность – это Корей. Третья – это путь. Корей – это путь зависти. Здесь сказано, и как в упорстве погибают, как Корей. Может, кто-то и не знает, кто такой Корей. О нем не так много сказано, но Корей – это был двоюродный брат Моисей. Они жили в одно время. Он также был левит, который имел очень высокое звание. Он носил скини, разбирал все. Он очень большое участие имел в скини, в служении Богу. Но он желал чего-то больше. У него эта зависть появилась от того, что Бог разговаривает с Моисеем, но не через меня или не через других людей. И вот это было его падение. Мы знаем, что Иисус Навин, он тоже начал с очень маленького. Помните, когда Иисус Навин, он начинал, он совершенно маленькие, такие незначительные дела делал. Подавал простые вещи Моисею. Он постоянно был в служении, и Бог призрел на это, и Бог его настолько благословил. И у этого также Корея, у него тоже было такое служение, которое могло бы увеличиться, когда Моисей говорит, неужели мало для тебя, что Бог тебя отделил от всего общества и призвал тебя к себе? Неужели этого мало, что ты уже в служении, но он хотел чего-то больше, потому что он завидовал. И путь зависти, это очень опасно, потому что это не так всегда заметно, это происходит внутри нас. Но в данном примере мы видим, что это оказалось очень страшным концом, когда Бог прогневался на этого человека и на всех, которые восстали против Бога, и что земля открылась, и вот эти все 250 человек погибло туда, плюс Корей, Дафан и Аверон. Но что вообще побудило Корея восстать против Бога? Мы уже немножко говорили, что одна часть это была зависть, что вот мы читаем в Псалме, 105-й Псалом, 16-й стих, там тоже сказано немножко об этой личности и вот о том, что происходило. «И позавидовали, встань Моисею и Арону, святому Господнему, разверзлась земля и поглотила Дафана и покрыла скопище Аверона». Здесь сказано, что позавидовали, и я думаю, что не только Корей завидовал, но вот эти другие 250 человек тоже хотели иметь какой-то личный контакт с Богом. Они говорят, почему Бог только говорит с Моисеем? Но Корей, он также основывался на том, что все общество свято, не только вы. Почему вот вы так выделяетесь, Моисей и Арон? И в наше время это очень большая эпидемия в церквях и вообще в нашем мире, где мы живем, что люди все говорят, каждый понимает Бога по-разному, вы поклоняетесь Богу так, а мы так, и тут ничего плохого нету. И люди говорят, ну все мы дети Божьи, все мы можем поклоняться Богу. Некоторые даже говорят, что ну вы так понимаете Бога, а мы понимаем Бога, как муцельмане понимают, и мы знаем, что это заблуждение, потому что здесь совершенно ничего общего нету с Богом нашим и с Богом, который представляет себя, себе муцельманский народ. Но в наше время это большая проблема, и мы должны проверить себя, потому что Господь, Он хочет, чтобы мы, чтобы мы знали, что святое, что Господь, Он отделил Моисея как особый человек, через который Он дал закон весь, и Он особо разговаривал с Богом, и Корея, Он это не ценил. Мы должны знать, что в нашей жизни есть те люди, которые Господь посылает нам, чтобы нас взращивать, как наши пастыря, наши служители, те, которые работают с нами, и те, которые просто в нашей жизни, как духовные отцы, мы должны ценить тех, которые с нами находятся. Я тоже хотел отметить, что вот этот путь Кореи, это очень опасно, потому что он распространяется, как рак. Он растет, он умножается, и его невозможно остановить. Путь Кореи, он растет, как рак. Вот если мы подумаем, что происходило. Вот вначале это началось с одного человека, это был Корей, и у него были двое друзей, Дафан и Аверон, это уже трое человек, потом это размножилось до 250 человек. И потом, когда земля отверзлась, вот эти все люди погибли. И потом, немножко позже сказано, что еще 14 700 человек, это большое число людей, начали восставать и говорить, вы погубили, вы погубили народ, зачем вы это сделали? И Бог стал поражать и этот народ. И мы видим, что в конце концов, примерно 15 тысяч человек погибло, вот за одного Корея, который восстал против Бога. Он восстал против Моисея, но в принципе он восставал против Бога, потому что Бог заступился. Не Моисей ударил палкой и открыл земля, это Бог заступился за своего служителя. Также хотел отметить, что нужно научиться отделять себя от тех, которые делают какое-то зло. Бог призывает нас, что мы должны отделиться, что мы, мы как церковь Божия, мы как дети Божии, мы не должны быть связаны с теми, которые восстают против Бога. И мы знаем, хотя многие погибли, что сыны Кореевы, они остались живые. Сыны Кореевы, они не погибли, они тоже видели вот это заблуждение своего отца и они отделились. Это записано книга чисел, 26 глава, 11 стих. Здесь сказано, и разверзла земля устатства, и поглотила их и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь поражал 250 человек, и стали они знамением. Но сыны Кореевы не умерли. Они отделились, потому что Господь сказал, кто Божий, то отделитесь. И они отделились. И потом, мы знаем, что они писали вот эти прекрасные псалмы, и потом они, мы до сих пор имеем их в Библии. Как печально, даже в нашей церкви есть такие примеры, когда кто-то очень горячо так покается, оставляет свой прежний образ жизни, и он горит какое-то время, потом проходит, он как-то оставляет своих прежних друзей, и говоря, оправдывает это тем, что, говоря, ну, я хочу им свидетельствовать, я хочу, чтобы они тоже покаялись. И получается, что наоборот происходит. Они затягивают человека, и он обратно возвращается в это болото и падает. И это происходит и в наше время. Вот это худые сообщества, они развращают добрые нравы. Корей, он распространялся как зло. Мы знаем, что очень тяжело возбудить людей к доброму. Вот когда кто-то идет на свидетельство, на миссионерское какое-то служение, ну, тяжело собрать команду. Но когда вот это вот событие, когда очень много зла, вот этого состояния, очень быстро большая толпа собралась. Господь, Он хочет, чтобы мы были верны Ему, чтобы мы искали вот это общение с Ним. И мы видим также здесь вот, когда вот это большое число людей, почти 15 тысяч погибло, что Моисей, он заступился. Хотя это все Господь послал это наказание. Но Моисей, как ходатай, он заступился за народ и прекратилось это поражение. Мы видим, что Моисей, он прообраз как Иисуса, который ходатайствовал за свой народ, и он также за нас ходатайствует. Сегодня Иисус ходатайствует за нас, но мы видим, Корей, он наоборот возбуждал этот огонь. Но Моисей, он угасил это для того, чтобы иметь этот мир. И вот мы посмотрели на вот эти три человека, на вот эти три пути. Горе им, потому что идут путем Кайновым, передаются обольщение Мзды, как Валам, и в упорстве погибают, как Корей. Очень много такого отрицательного, негативного, но из этого тоже мы можем что-то взять для себя. Мы должны всегда помнить, что есть только один путь, узкий путь, который проложил Христос сам, и в мире нет другого пути, через которого мы можем достигнуть Отца. И также очень большая проблема вот этих трех личностей, это то, что эти все трое человек, они были религиозные люди, которые в какой-то мере поклонялись Богу или пытались поклоняться Богу, они имели какой-то связь с Богом. Так что мы не должны себя оправдывать тем, что говоря, ну, это не для нас, это как-то ничего нам не говорит, потому что эти люди, они тоже даже имели этот живой разговор с Богом, как Валаам и Каин разговаривал с Богом, но это не привело никакое изменение в его жизни. Мы знаем, что Иисус говорит, что Он есть путь истины и жизни. Когда мы полностью идем этим путем, тогда Господь изменяет нашу жизнь и невозможно идти своим путем и одновременно угождать Богу, потому что есть только один путь, который ведет к вечности. И сейчас у нас будет возможность помолиться, давайте помолимся, попросим, чтобы Господь нас благословил, идти этим узким путем, чтобы мы достигли вечность и были всегда с Богом. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...